Как и заведено у компании Xiaomi, они любят делать предварительные анонсы. Сегодня был представлен предварительный логотип MIUI 12. Нам еще дали немножко информации. В течение месяца нам будут показаны небольшие элементы новой оболочки, цветовая палитра, новые звуки. Разработка MIUI 12 продолжается около полугода. А бета-тестирование должно начаться весной этого года. Первый список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат обновления, должен появиться тоже весной. Первое фото смартфона Redmi Note 9 появилось в сети. Как мы видим, он подрос в диагонали. Нижняя рамка стала немного тоньше, но главное это трендовый вырез в экране. Да, попытались сделать как у Samsung. Да, это вынужденное решение, несмотря на то, что мизер неиспользуемого пространства остался. Это нам говорит исключительно о тренде подобных вырезов. Есть шанс, что темный круг камеры можно отключить в настройке дисплея, как это было с моделью Redmi K30. Если нет, то каплевидный вырез ничем не хуже. И данное решение не оправдано с точки зрения функционала. Впрочем, следующая модель будет, конечно, лучше. Нам показали и экран флагмана Xiaomi Mi 10. Предположительно, этот смартфон в Китае будет называться Redmi K40 и K40 Pro. Двойными названиями грешат Huawei, у Xiaomi все же это более дозировано. В общем, посмотрим, до выхода осталось совсем немного. Наверное, не стоит ждать продолжения линейки K30 в этом году, хотя ходят слухи, что K30 Pro получит Snapdragon 865. Но сегодня не об этом. Mi 10 унаследовал камеры с расположением как у K30. А я скажу, молодцы. Копируют и пусть. Подобный уровень устройств более чем допустим. Если так хочется попробовать новый формат экрана или камеры, уже не нужно покупать для этого БУ Samsung. В течение года у Xiaomi появилось похожее решение. Может быть, выезжающая селфи-камера и дает больше полезного пространства дисплея. Но так как А бренда не делали подобного, и Xiaomi отказались от этой задумки. А зря. Конкретно на этом фото, скорее всего, дисплей для модели Mi 10 Pro. По слухам, он должен получить двойную селфи-камеру. Так как модель Redmi K30 производится уже отдельной компанией, то смартфон продается по невысокой цене. До этого дня Mi стоили до 600 долларов с максимальной версией памяти. При этом компания предлагала всегда упрощенную модель Lite, которая стоила дешевле. В сети появлялась информация, что стартовая цена Mi 10 превысит 500 долларов. Боюсь предположить цену модели Pro с памятью 12256. Буквально часом позже, менеджер по новой продукции Xiaomi, Vibo, опубликовал пост, в котором он порекомендовал пользователям, которые рассматривают смартфон к покупке не выше 500 долларов, покупать либо CC9 Pro, либо Redmi K30. Ну а для тех, кто готовы выложить крупную сумму за премиальный смартфон от Xiaomi, он рекомендует выбрать либо X, либо X Pro, который можно подарить себе на китайский Новый год. Его празднуют с 25 по 10 февраля. В общем, как бы он намекнул дату выхода. Тем более у компании есть цель выпустить смартфон перед Galaxy S11, который покажут 11 февраля. Также на сегодняшней пресс-конференции в Пекине Xiaomi подтвердила, что модель Mi Mix Alpha так и не появится в продаже, пока он останется концептом. Основная задача компании это выйти из рамки текущих продуктов. Дорогая цена никого не волновала на момент создания смартфона. При этом смартфон на текущий день он не отменен. Выход отложился на неопределенное количество времени. Либо это из-за низкого качества экрана, либо из-за высокого процента брака, либо просто настолько сложно реализовать данный смартфон с гарантией по всему миру. Не ясно, но факт есть факт. Кстати, о создателям смартфонами Mi Mix Alpha вручили награду в размере 1 миллион долларов за самую оригинальную идею в создании смартфона.